Наша музыка. Наша. Сегодня вас ожидает заключительная серия нашего цикла о самых страшных музеях мира. Мы приглашаем вас в концладель Дахау. В 17 километрах от добропорядочного и уютного Мюнхена, из которого мы начинаем свое путешествие, расположен небольшой городок Дахау. Почти 80 лет назад в Дахау был построен концладель. Туда свозились все противники нацистского режима. Гитлер, спустя всего несколько недель после того, как стал рейхсканцлером, приказал построить концлагерь строго по розе ветров так, чтобы дым крематория сносила на город, потому что в Дахау был самый большой процент противников фюрера. На входе в концладель нас встречает кованые ворота с надписью, ставшей символом зла. Arbeit macht frei, что означает «труд освобождает». Это передело название книги о крестьянине, который стал свободным, долго прожив в городе. Территория лагеря обнесена забором с колючей проволокой. По периметру расставлены вышки для автоматчиков. Лагерь занимал более 200 гектаров. Здесь было построено 34 барака. Сейчас от них остались лишь фундаменты. Земля засыпана щебенкой. Интернациональный мемориал памяти жертв Дахау напротив здания для обслуживающего персонала, в котором располагается музей. Зайдем в него. Голые стены, на которых сохранились надписи «Запрещающие курить». Повсюду развешаны плакаты тех времен. На мониторах показывают интервью бывших заключенных. Личные вещи арестантов. В шкафу висит полосатый костюм заключенного. Бритвенный набор. Шахматы, изготовленные в концлагере. Столовые приборы и посуда. Цепи каторжников. Орудия наказания. Фотографии. Документы. Скульптуры в музее памяти можно встретить и на входе, и внутри помещения. Один из 34 бараков реконструирован. Многоярусные деревянные нары. Астетичная обстановка до сих пор здесь крайне тревожна. Небольшой ручей на территории концлагеря по дороге к бараку Икс. Сейчас мы покажем вам барак Икс. Такое название носило здание, в котором располагался крематорий. В здании несколько отсеков. В этом помещении заключенных раздевали под предлогом пройти в душ. Здесь оставалась их одежда. Душевая на самом деле оказывалась газовой камерой. Из отверстий в потолке шел газ, который подавался солдатами в противогазах. В следующем помещении огромные печи. Это, собственно, и есть крематорий. Подсобки расположены за стеной. Мы покидаем самый страшный музей мира. Это был музей памяти на территории бывшего концлагеря Дахау. На этом мы заканчиваем цикл передач о самых страшных музеях мира. Наше.